Шик-шик-шик 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 У Авангарда начинается последняя домашняя серия перед началом плей-офф Но пока хоккеисты решили сходить в кинотеатр в Балашихе немного развлечься Пойдемте тут недалеко Шик-шик-шик 21 февраля на матче с Адмиралом Стартовое взбрасывание будут делать актеры фильма Лед 2 А сегодня хоккеисты Авангарда пришли в кинотеатр в Балашихе около арены Чтобы посмотреть фильм и получить приятные эмоции Как часто удается вообще в кино сходить вам всей семьей? Ну не очень часто, но когда удается, мы не упускаем такой возможности Давно не было, если честно Не помню уже на каком фильме был В этом кинотеатре был хоть раз? Да, всегда-сегда хожу На что последнее ходили? На холопа Да холоп, да холоп, что это за слово такое? Лед 2 сегодня, первую часть смотрел? Нет Как ты собираешься сейчас, не въедешь в кино просто? Мне рассказали, что там Первую часть смотрели? Да Какой у тебя любимый фильм? Джуманджи Есть любимые у вас актеры? Да, нам нравится очень С Джим Керри Твой любимый фильм? Лед Первая часть С Джимом Керри? Да Айсентур, Трумман Айсентур 2 Скала Джонс Какой фильм с ним? Ты... какой-какой его... Сейчас скажу, подожди Парсаж Была недавно номинация Оскар, что-нибудь из этого смотрели? Джокер Паразиты Нет Я в своей положении ужас Джокер смотрел А Паразиты, вот видел главный фильм? Нет, классный Мне очень понравилось, Гарипова вообще не понравилось Когда идете на мероприятие, вы выбираете одежду мужа или как-то он сам справляется? Бывает, что исправляется Это редко Редко, да? Это редко, да В основном за меня все решается Хоккей лучше получается? На это рассчитываю Ну и что же, Леш, от фильма готов? Сейчас 2 часа 15 минут Конечно, сейчас попкорн только куплю и все, и в путь Кстати, Денис единственный, кто на второй этаж приехал на лифте Да, силы экономлю, завтра играю Можно ли сказать, что вы разбираетесь в хоккее? Нет И вообще сами катаетесь? Как и все робкие попытки в детстве Но в основном это профессиональное пересечение Потому что все-таки 5 лет во время съемочного периода молодежки А потом и первый лед, где, конечно, хоккей есть И это один из героев через Сашу Петрова Во втором хоккей есть У нас же все в стране все знают про хоккей Как играть, кого менять на кого и так далее Не было у вас желания про «Авангард» снять кино какое-нибудь? Если бы мы немножко пораньше начинали подготовительный период Почему бы на героя, которого играет Саша Петров Не повесить символ «Авангарда»? Я вообще за все, что конкретика Просто это тянет за собой и фан-зону, и город А у нас, так сказать, страна большая Такие команды придумываем Никого не обидеть и никого не сталкивать Наверное, придумываем себе новые названия Которые очень близко к реальным командам Так же, как и внешне, как они выглядят Спасибо, нас гонят уже Как часто воскресные вечера в Балашихе проводишь? Очень нечасто Я думаю, что мы здесь когда-то там что-то снимали Бывала какая-то сцена, которая у тебя долго не получалась Но бывают разные затыки Марина, что с ними? Притом, что обычно это бывают те моменты, которые ты думаешь, что их можно быстро снять Бывают те сцены, к которым ты готовишься И они долго находятся в каком-то, в разработке Скажи, почему люди должны пойти на Лед-2? Действительно семейные, по-настоящему семейные Когда ты так после фильма раз сел и немножко как-то, что-то здесь как-то светло стало Все, спасибо, нас гонят уже Я смотрю, прикольная камера Офигенно, меня смеют Почему русская баня лучше, чем финская сауна? Парятся настоящие женщины? Потому что она русская, а не финская Логично! Веником прям себе побить, хорошенько попариться Это что я думаю? Ходите в баню? Да, завтра в 12 часов пойдем Вот такие подробности из личной жизни Скандалы, интриги, расследования Скандальчик, интрижка, позорище С веником это вообще хорошо Хорошо, вам веничком нравится, да? Ну, типа париться, я имею в виду Он с руками такой, а у нас с тобой Вилли знаете же? Нет Вилли, Вилли, Пока, Пока У него будет какой-то специальный настрой на сегодняшнюю игру Так он против финнов играет Какие-то чувства волнения должны присутствовать Как вы думаете, у него сегодня был какой-то? Наверное, да Я тоже так думаю Ну, что он мог сделать? Что-то там заколдовать Я соскучилась, давно тебя не видела здесь Да А что можно болельщикам Екарита Привезти из Балашихи себе на память? Майку Знаменитый шарф, майки, да, из Балашихи Эмоции Как отличаются балашихинские эмоции от омских? Понятно, вам надо заполнить эфир, да? Мы сейчас вообще где? В прямом эфире там? Да Ну, всем привет Я болею за авангард Пользуюсь моментом Хочу поздравить всех мужчин с наступающим праздником Как настроение в команде перед плывов? Настроение? Как перед плывов? Готовимся Обращаем внимание на детали Самое боевое настроение Закончился регулярный сезон Был какой-то полет, который тебе запомнился больше всего? Полет Пусть из Гладика будет самый долгий Ты дома следишь за играми КХЛ? Так, наверное, смотрю результаты Мы открываем это Дома С ребенком Телевизор меньше работал Молодец, сыночек Трехочковый Планируется у вас какая-то командная вечеринка? Ты только будешь, что праздновать, сразу вечеринка будет Каково было общаться с журналистами? Никто не надоел тебе? Да не так часто общался, но в принципе нормально Очень нормально прошелся Молодцы Каково из Мутин-тима перед плей-оффа? Да, хорошо Мы смотрим всю сезон Всего сезон Мы были очень хорошие сезоны Мы очень рады для плей-оффа Особенно если у нас есть уверенность После прошлого года Мы научились, что мы могли победить Какой команда И мы знаем, что мы должны делать Чтобы быть успешным В плей-оффе И мы просто должны Ставить на успех Что мы получили Ты хочешь иметь Ивент Прежде чем Плей-офф? Да, да Вместе у нас есть Тим-тим-лунч В прошлый году Мы делали это Прежде чем Раунд И Это всегда Найсно Делать Тим И Мотивировать И Делать И Делать Мы Желаем В Какой флай Это было Найсно Вместе у вас Вместе у нас Я помню У нас был Найсно 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 В Амур В Хабаров В Хабаров Это Найсно Найсно Как Как Любили Коммуникацию С Репортерами Время Сезон Хорошо Нет Проблема Стоит Стоит Плэр И Тим В Бест Интер Стоит Что Всегда Сам Можем С В этом году КХЛ ведет продвинутую статистику, и мы решили тоже подвести свою небольшую статистику этого сезона. За регулярный чемпионат игроки 62 раза послушали гимн Российской Федерации, 4 раза гимн Китая и Казахстана, 3 раза гимн Татарстана, по 2 раза гимн Финляндии, Латвии, Башкортостана и Республики Беларусь. За один период Коди Франсон в среднем пил воду 8 раз. Если в одном глотке примерно 25 мл, то за весь чемпионат Коди выпил 26 литров воды. Вячеслав Войнов каждый период в течение 10 секунд что-то говорил Егору Мартынову. То есть за сезон Вячеслав успел рассказать получасовую лекцию о хоккее. Евгений Грачев 55 раз подумал о пицце после матча. Коди Франсон и Андрей Стась выучили синхронное вставание. А Роб Клингхаммер в течение 20 секунд каждый период сидел на бортике. То есть за сезон Роб почти целый час просидел на борту. Подходит к концу очередной выпуск командировки. Дальше начинается самое интересное. Сзади меня идет первый матч между Авангардом и Салаватом. И все подробности этой серии в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok